вау а вот она та самая пневма посмотрите вот представьте что вам нужно а она здесь есть ну вот так где-то примерно полчасика и вы получаете истинное удовольствие друзья всем привет это команда панорама меня зовут павел кореневский и сегодня у нас необычный тест-драйв мы ждали долго когда наконец-то приедет к нам уже рестайлинговый воях фри и у нас на тест-драйве максимальная комплектация это long range flagship перед нами не просто электромобиль у нас под капотом как бензогенератор работает полутора литровый турбированный двигатель как едет этот автомобиль какой реальный запас хода как меняется здесь ребят фантастика самое вкусное это пневмо подвеска об этом сегодня в тест-драйве ну и конечно жду сразу же мнение реальных владельцев уже есть владельцы фришки я поделюсь с вами секретом меня сосед как раз с новой фришкой он расскажет обо всех плюсах-минусах жгите в комментариях жду ваши вопросы поехали итак у нас на тест-драйве в 3 уже рестайлинговый 24 года модельного ряда у нас максимальная комплектация это и vr то есть последовательный гибрид раньше все были гибриды логичные то есть они помогали бензиновому или дизельному двигателю разгоняться ехать более экономично ну взять тот же самый prius который работает аж с 98 года уже считайте 25 лет и это самый так скажем популярный автомобиль во многих странах в качестве такси они поставили сюда бензогенератор то есть обычный бензиновый двигатель этот бензиновый двигатель дает возможность увеличить запас хода до 1200 километров если есть какая-то проблема заехал на заправку и зарядил свой электромобиль и у тебя снова 1200 давайте познакомимся поближе сегодня с этим автомобилем с этим кроссовером расскажем конечно же все технические характеристики все плюсы и минусы поговорим о технической составляющей но для начала давайте что изменилось автомобиль выпускается уже с 2018 года корпорация дон фэнк одна из мощнейших государства китайских корпораций которая создала целое направление воях мы автопанорама были да да были в ухане и вы можете найти нашу так скажем нашу экскурсию по заводам дон фэнк в ухане что же изменилось первое это двигатель под капотом раньше стоял турбированный 109 лошадей сейчас турбированный 150 лошадей полторушкой но самое главное для нас особенно для белорусов перед нами гибрид который проходит по растаможке как электромобиль то есть этот самый бензиновый агрегат никак не соприкасается с ведущими колесами а значит он растамаживается под нулевую таможню что еще поменялось поменялась батарея уже в прошлом году вместе 33 киловатт поставили 39 киловатт а значит увеличился запас хода только на электричестве ну примерно так 110 120 до примерно так 230 но опять-таки это идеально условия у нас поменялись электромотор теперь не 600 там чем-то лошадей а на гибриде у нас стоит спереди 218 лошадей сзади 272 и того 490 лошадей на обе оси естественно полный привод естественно та самая-самая вкуснейшая пневмоподвеска друзья мои ну даже в мерседесах даже там в премиумных автомобилях ну сейчас пневмоподвеска это редкость я вам скажу что на любой дороге даже на грунтовке даже на разбитой пневмоподвеска это кайф что еще поменялось ну поменялось естественно интерьер у нас новая панель приборов у нас полностью новая центральная консоль но самое главное изменение цена автомобиль стал дешевле на 10 тысяч долларов ну и забегая вперед я вам скажу что в беларуси только в беларуси наверное в россии посмотрел цены все-таки повыше наш дилер авто панорама дождалась когда воик фри стала поставляться официально а это произошло с середины прошлого года с официальным сервисом с официальной поддержкой так вот есть цена которая просто меня ну ставит шок я рядом ставлю премиумные там land rover и мерседесы которые сейчас здесь найдут по параллельному импорту и они в несколько разов в разы дороже здесь за цену от 115 тысяч белорусских рублей вы получаете вот этот космический аппарат вот это главное изменение цена технические характеристики воех фри про длина 4905 миллиметров колесная база 2960 миллиметров а это между прочим больше чем у всех конкурентов по габаритам и объему салона воях фри относится классу сув е мощность силовой установки 490 лошадей разгон до сотни 4,8 секунды интеллектуальный полный привод выбор режимов движения запас хода по сел тиси рекордная автономной работы это 12201 километра между прочим здесь постоянный полный привод автомобиль приводит движение два электромотора на обоих осях здесь стоит дополнительный генератор двигатель 1.5 тиджи диай который выступает в роли генератора заряжая батареи батареи всегда заряженным уровень заряда батареи поддерживается двигателем генератором автоматически ну и еще нюанс технический производитель батареи ведущая компания это катал еще воя фри получил высшую оценку сенкап за безопасность коротко пять фишек воя фри про для начала это то что именно в этом кроссовере реализована технология последовательный гибрид то есть перед нами электромобиль да да здесь стоит батарея катал 39 киловатт здесь стоит два электродвигателя постоянный полный привод то есть классический электромобиль который чисто экологически который на зеленых номерах ну в данном случае у нас номера наши автопанорамы то есть он проходит под нулевую растаможку но здесь стоит именно бензиновый двигатель который работает в качестве генератора и это дает возможность увеличить тот самый запас хода до 1200 и вам не нужно ломать голову когда что переключать есть несколько режимов настроек включаете и не думайте сам автомобиль выбирает оптимальный вариант еще конечно же фишка электромобиля это динамика ну согласитесь сув е разогнать за 4,8 секунды это должна быть моща а еще здесь пневмоподвеска вот для меня это уровень причем это пневмоподвеска может менять высоту клиренса от 11 сантиметров до 21 то есть если вы летите по трассе если вам нужна динамика вы ставите максимально низкую подвеску если вам нужно пробираться через какие-то буераки перед нами кроссовер это то что любит во всем мире и любит у нас беларусь так вот вы ставите высоко пневмоподвеска до 21 и проходите любые преграды а еще этот автомобиль максимально безопасен здесь высшая оценка синкапа сейчас китайские институт безопасности ставят гораздо жестче требования даже чем европейский ну плюс конечно же все эти умная система слежение за полосой предвращение столкновений адаптивный круиз-контроль самое главное что все это работает я тестировал и предыдущие до рестайлинговый фри и уже рестайлинговый и удивлялся насколько даже при нашей не самые идеальные разметки все это прекрасно работает плюс здесь одна из фишек это шикарный звук 10 динамиков причем динамики дин аудио и сабвуфер музыка звучит шикарно ну и конечно здесь много таких полезных ништяков как ну понятно что за эти деньги а это ну даже не в два в три раза дешевле чем премиальные конкуренты вы получаете 1 электрорегулировки ладно подогрев всего и вся сидение там и прочего прочего вы получаете и вентиляцию сидений и массаж сидений индукционные зарядки телефона в общем что может быть в автомобиле в двадцать первом веке вот представьте что вам нужно она здесь есть панорамная крыша ну понятно что ну скажите вот напишите в комментариях чего вам хотелось бы и я вам отвечу что оно здесь есть давайте пройдемся вокруг машины оценим и изменения ну собственно говоря оценим сам воик free pro для начала у нас абсолютно новый бампер причем бампер стал более агрессивны стала очень брутально у нас накладной капот спереди все пластиковое что очень хорошо отдельно дальше я вам замерю лкп и проверю оцинковку с одной стороны в этой детали меньше практичности чем в некрашенном пластике но с другой стороны ну этот же кроссовер рвется и выглядит как премиумный суфи поэтому обратите внимание весь пластиковый обвес по периметру у нас крашены причем это royal лак и будь то у любой цвет вот здесь например белое с черным черный синий голубой как раз новые цвета 2024 года когда там бронза голубой изумрудный все будет окрашен у нас пластиковые окрашенные пороги выдвижные ручки естественно выдвижной ручки это понты это модная штука на космос у нас небольшие риллинги у нас огромный на всю крышу панорамная крыша и люк у нас фетровые подкрылки и спереди и сзади я не говорю про то что конечно же и спереди сзади у нас дисковые тормоза в нашей комплектации у нас колесики 20 диаметра в дюймах размерность 255 на 45 кстати в рестайлинговой в прошке у нас и другой дизайн литых дисков естественно обратить внимание что у нас по всему периметру автомобиля камер камеры зеркалах камеры сбоку камеры спереди камеры сзади камеры в лобовом стекле у нас читка знаков у нас адаптивный круиз-контроль у нас автоматическая парковка да да даже без водителя еще очень важно у нас автомобиль с быстрой зарядкой то есть если на маланке 50 60 киловатт а у нас 39 киловатт батареи вот и считайте на быстрой зарядке за полчаса минут за 40 можно полностью зарядить на сто процентов батареи умедленно я думаю что за ночь без проблем как у нас открывается багажник смотрите нигде ни одного зазорчика а вот здесь вот под дворником задним прорезиненная кнопка вуаля багажник с лет подсветочкой а здесь у нас и сабвупер и посмотрите пневмо насос и еще 12 вольтовая батарея ну вот так никаких вам запасов здесь все по электромобильному умно конечно же можно одним движением руки даже с багажник полностью увеличить багажник трансформация прилично померяю я с собой багажник в разложенном состоянии меня рост метров восемьдесят здесь больше я думаю что где-то метр девяносто потому что вот сам за собой еще даже больше здесь есть 90 вольтовая розеточка то есть можно закинуть холодильник холодненькая просека и ну если вдруг где-то на природе у вас нет возможности остановиться в гостинице то ваш воик фри может стать вашим домом на колесах плюс над головой огромная панорамная крыша получайте кайф давайте оценим место водителя ну во первых электрорегулировки здесь есть все все что нужны плюс естественно у нас есть поддержка спины это очень важно у нас механические ну да они электрические ну может хорошо регулировка руля у нас обратите внимание на дверную карту вот люблю когда так вкусно сделано у нас все материалы подобраны друг другу то есть мягкий это даже не пластика это кожа сверху и на центральной консоли и на дверной карты у нас вставки под кожу на ручках я не назову даже одноклассников mercedes бмв в которых есть вся дверная карта вся дверная карта решено полностью под кожей у нас центральная консоль летящие то что сейчас модно именно китайцы создали этот тренд то есть парящая консоль до где внизу еще огромное количество места для всякого что называется все что у вас есть у нас снизу 12 вольтовая розетка у нас естественно юсбишки у нас два места для телефона одно индукционная зарядка беспроводная да еще с вентиляцией очень нравится когда не только сенсорно как в тесле там все через экран пока ты к этому привыкнешь но и самое главное движение ну например как в движении в сенсорной панели поменять вентиляцию или быстро включить внутренний забор когда есть физические кнопки а здесь есть физические кнопки они вынесены вот здесь на центральную консоль и еще внизу есть пять кнопок управлением основными функциями здесь у нас камеры по кругу не только 360 у нас 540 то есть в каждой точке под колесами можно увидеть что и как у нас есть функция автопарковки причем без рук у нас есть функция переключения режимов вождения эко 1 комфорт 2 performance 3 outing внедорожные 4 снова 5 и индивидуал 66 режимов вождения причем индивидуал можно настроить так как вам нужно у нас также меняется высота пневмоподвески с одной стороны автоматически зависимостью от выбора режима вождения она меняется с другой стороны вы сами можете ее опустить либо поднять ну и вот это вот функция которая мне просто это космос такой это изменение высоты основного экрана да то есть можно ее опустить в принципе на перформансе она сама опускается да но если вы хотите ездить вот так вот в любом режиме вождения вы просто можете нажать кнопку ну и конечно то что три экрана это уже никого не удивляет мне нравится что в большинстве случаев мы то ездим один человек водитель очень редко пассажиры у него естественно есть развлекательный экран развлекательная консоль причем он сам ее может настраивать сам настраивать звук подключать телефон по bluetooth и полностью что называется быть автономным но вы выключаете экран и все и он вам не мешает он вас не отвлекает ну и конечно то что цифровая панель прибора вообще цифровое все сейчас это огромный плюс вот сейчас у нас солнечный день лето солнце бьет резко но посмотрите все читается причем можно настраивать еще и цифровую панель приборов здесь стоит спидометр здесь стоит расходомет причем как в электромобилях это power то есть сколько сил вы тратите ну и что удобно у вас постоянно есть напоминалка вот мы уже полдня проехали у нас средний расход 21 киловатт час на сотню километров вот и считайте если бы сейчас мы ехали только на наши батареи 39 киловатт нам бы захватило на 140 150 километров но у нас то есть бензогенератор еще из полезных штук на месте водителя это подстаканнички которые отдельно утапливаются которые могут не быть подстаканниками это большой огромный бокс в подлокотнике это бардачок со кстати бардачок охлаждаемый и соответственно подогреваем у нас конечно же вот вот то что радует меня всегда но многие говорят зачем это нужно но иногда хочется открыть люк открыть панорамную крышу и прокатиться вечерком по любимому городу согласитесь это кайф еще вот что-то мне напомнило в этом китаеце от классных французов от citroen а это подголовник ребят подголовники здесь произведение искусства мало того что они большие смотрите вы можете настроить подголовник так что он прям вот поддерживает обволакивает вашу голову очень удобно я не говорю про на высоту настройки ремня безопасности это обязательно давайте отдельно в дороге изучим я естественно прочитал уже повтыкал а руль у нас многофункциональный руль скошенный снизу с надписью в оях справа у нас управление мультимедиа слева у нас управление адаптивным круиз-контролем и цифровой приборкой и еще из того к чему быстро привыкаешь это управление передачами на руле классика как мерседесе если кто-то ездит на мерседесе вообще быстро но не надо адаптироваться если кто-то привык классическим рычагам то вы поверьте очень быстро привыкните назад вверх вниз драйв и кнопочку паркинг здесь даже нету кнопки электронного стояночного тормоза потому что все машина делает сама давайте оценим второй ряд напомню у меня рост 180 над головой меня ну сантиметров 15-20 что интересно здесь есть управление bluetooth music здесь есть управление тем самым третьим климат-контролем у нас полноценный экран а не какие-нибудь кнопки а где-то я уже видел такие на мерседесах кармашки пластик причем такой мягкий приятный на ощупь пластик на тыльных сторонах сидений это будет хорошо потому что конечно же здесь из-за фиксы и вы садите в детское кресло ребенка и он ножками никак не портит вашу обивку сидений плюс обратить внимание вот такие вставки под матовый алюминий с надписью вверх у нас есть конечно же подлокотник достаточно широкий с двумя подстаканниками так и как же у нас а а вот заряжать можно сразу два коннекта есть и большой usb и mini usb причем очень мощный 60 ватт вот так ну и конечно же огромный люк он заходит вот до головы заднего пассажира поэтому вся красота небо путешествие будет доступна и пассажирам во втором ряду очень комфортно вот просто комфортно одну про запас для ног при почти трех метров здесь два 960 миллиметров колесная база посмотрите но не знаю сантиметров 20 у меня колен то есть при необходимости ногу за ногу без проблем может а сейчас мы сравним в x3 ну например с прямыми конкурентами возьмем бмв а x и возьмем audi e-tron большой привет денису фанату в их который подготовил вот эту информацию сравнение размеры воик free длина 4905 тот же самый audi e-tron 4901 миллиметра колесная база у воик фри 2 960 у audi e-tron 2 928 ну казалось бы мелочь а все-таки воик free поболее будет сравнение моторизации стандартная версия возьмем воик free у нас прошка 490 лошадей стандартный audi e-tron 313 лошадей стандартный бмв а x 326 лошадей вот вам пример фактически в полтора раза вот этот китайский кроссовер мощнее динамика разгона сравниваю воик free 4,8 секунды тот же audi e-tron 6,8 бмв а x 6,1 опять почти в полтора раза быстрее мелочь приятно запас хода отдельная история ну благодаря тому что у нас не просто электро версия у нас в четыре раза больше запас хода взять audi e-tron 299 километров взять бмв x 630 а у воик free 1201 километр заправил и едь себе на электричестве ну бензогенератор тихонечко себе тарактит работает ну и главный конечно вопрос это цена просто посмотрите цену на audi на бмв на китайцы поэтому я и говорю что сегодня сейчас китайские производители обогнали ну европейцев точно какой тут еще аргумент по всем техническим характеристикам воик free конкретно вот вот этот вот кроссовер выше пишите ваши комментарии логично ли ну так скажем корректно ли сравнивать тот же самый воик free со тем с чем я сравнил с audi с бмв а что у нас под капотом ну кроме газовых упоров мне тут и рассказать то не о чем у нас есть вот горловина заливки стекло омывайки и все я ну конечно можно отковырять накладочку мы это сделаем на подъемнике на техобзоре но суть такова у нас по сути воик free это электромобиль то есть у нас снизу кстати я видел на заводе как именно собираются воик free и самое главное как пристыковываются батареи так вот здесь стоит батарея 39 киловатт здесь стоит два электродвигателя на передней оси 218 лошадей на задней 272 лошади и здесь стоит этот самый бензиновый генератор то есть двигатель классический бензиновый турбированный 150 лошадей никак не соотносится с осями самого автомобиля он работает только на выработку электроэнергии ну это как примерно вы взяли бы с собой вот эти самые переносные генератор очки которые тарахтят гудят здесь все попроще причем китайцы молодцы они просекли что нужно быстрее заряжать батарею и поставили сюда уже не 109 лошадей как это было в дорестайлинговой версии а 150 лошадей теперь он вообще незаметно заряжается сам включается сам выключается хотя вы можете выбирать например там fuel то есть только постоянная работа бензинового генератора с зарядкой только электро например по городу ездить вы можете выбирать автоматический вариант ну и зачастую конечно же все выбирает автоматически по сути владельцу не нужно ломать голову как все это работает автомобиль все делается только вовремя лейте бензин но я все-таки рекомендую заряжать если есть возможность вы прямо сейчас центре города недалеко от стела здесь есть быстрая зарядка пойдем попьем кофейку и зарядим еще на ближайшие полдня батарею до полного все это займет полчасика настраиваем место водителя воях фри просто меня метр 80 над головой еще достаточно пространство у нас ремень регулируется по высоте как собственно говоря и руль выше ниже на себя от себя первое что меня поразило в салоне воях фри это отсутствие запаха то есть любого запах знаете там когда-то китайские автомобили мы критиковали за слишком явный запах фенола в некоторых премиумных ну прям так шмонит вот этой буйволиной кожи здесь кожа напа причем вот даже на кличке ойкотекс стандарт 100 мало того что она приятная на ощупь я еще посмотрел отзывы реальных владельцев говорят и зимой не так охлаждается и уже некоторая почти год проехали и даже больше и нигде не царапин ничего мы сели и все что нам нужно это включить драйв и мы поехали что еще сразу же бросается в салоне это тишина ребят конечно тишина здесь идеально ну во первых передняя только передние стекла у нас двойные задняя одинарная но за счет того что у нас электромобиль я не слышу ни звука двигателя не шороха шея между прочим стоят у нас мышленный performance ну что давайте прокатимся по городу мы уже сегодня полдня ездили смог оценить всю динамику и уже у меня расход х а расход у меня сейчас показывает 7 ватт в час всем тем целых две десятых ватта в час вот такая история так что я уже хорошенечко так сэкономил да получается по городу гибрид и вообще в принципе электромобиль выгоднее чем на трассе ну потому что на трассе у нас добавляется сопротивление воздуха хотя здесь коэффициант все в порядке дизайнеры рисовали я думаю прогоняли в аэротрубах но по трассе больше расход и вот почитала отзывы реальных владельцев которые говорят ну у меня доходит на воик фри до 14 литров литров между прочим бензина я не говорю про зарядку ну здесь как раз важно баланс вот пишите в комментариях как вы пользуетесь вот этим самым гибридом некоторые говорят да я то первое прошел ни разу не заряжал батареи а вот этого зря делать потому что батарея все таки лучше заряжать вот мы сейчас стояли пока снимали закинул я на быструю зарядку 60 киловатт получилось полчаса и у нас полный вот сейчас видите здесь горит 98 процентов нашей батареи ну то есть у нас приличный запас хода а значит и динамикой все остальное соответственно и расход вашего бензина будет меньше слепые зоны обращая внимание слепые зоны работают работают прекрасно нет вот таких настроек жестких когда ты показываешь поворот и слепая зона тебе не дает повернуть ну прямо вот усилия руля нет здесь они мигают в зеркалах и звуком предупреждают тебя о препятствий в принципе хорошо безопасно ну что будем проверять в городе при нашей динамике 4,8 до сотни я вам скажу что хочется у меня уже и так я вам скажу по секрету практически на каждом тесте я ловлю вот ответить всех многочисленных камер очередной штраф гаишник меня останавливает и говорит да я езжу автопанорама не нарушаю он открывает свой планшет гроссбук говорит то у вас в месяц по два-три нарушения ну никак я вам скажу что воик фри будет вас постоянно провоцировать на нарушение провоцировать в чем в том что у вас всегда под педалью есть не просто запас хода а возможность очень быстро ускориться ну прям быстро быстро из полезных штук обратите внимание на количество камер раз два три 4 то есть 8 камер получается по всему периметру и обратите внимание какое качество картинки да это full hd прям ах красота приятно смотреть на такие экраны в отличие от некоторых конкурентов и европейских особенно японских которые до сих пор ставят экраны и камеры но хуже чем в кнопочных телефонах здесь все в порядке подвеска сразу же ты ощущаешь пневмоподвеску и так как мягко машина двигается в городе без каких-то критических кренов в поворотах и ну постоянно даже сейчас у нас вроде центр города но какие-то латочки какие-то ямочки ну ты едешь как на подушках мы видели в багажнике и пневмонасос здесь по периметру 4 пневмоподушки ну точнее на техобзоре отдельно посмотрите наш техобзор на youtube автопанорама где расскажем о все о всей специфике как все работает как полный привод не самому интересно как алгоритмы как инженеры настраивали работу полного привода работу в пневмоподвеске пока мы можем лишь изменить режим вождения вот здесь в городе причем обращаем внимание всех владельцев что при посадке при включении и трогане у вас всегда будет режим эко есть комфорт есть performance есть аутин то есть внедорожные есть снова есть индивидуал а давайте-ка мы посмотрим что у нас с как настроить этот самый индивидуальный вариант вот у нас индивидуал settings press settings напомню что у нас версия англоязычная уже ставят официальный дилер русскоязычную русифицированную версию там еще больше понятно у нас настраивается электроусилитель руля можно сделать бык или стронг то есть более жестким и более мягким и у нас меняется drive control то есть ускорение ваше ускорение может быть спорт комфорт и и некоторые автомобили напомню ездят лучше и интереснее именно в режиме настройках сейчас меняя в индивидуал я даже ощущаю мне кажется жесткость подвески потому что в спорте и подвески и ускорение вот видите упс упс под педалью газа всегда есть ускорение ну это реостат это электродвижки но смотрите вах как на волнах кайф кайф и постоянно сегодня и завтра вот эти дни теста придется себя сдерживать и напоминать у тебя хватает штрафов особенно по городу по кольцевой на всех трассах обзорность отмечу в городе довольно странно мне кажется что правое зеркало может за счет того что там стоит такая линза объема она кажется меньше но обзорность вполне на уровне настройка зеркал у нас традиционно вот пожалуйста нажимаем клавиши на дверной карте и настраиваем ну и так сейф то есть мы сохранили наши индивидуальные настройки в режиме индивидуал ездим в городе по индивидуал у нас уровень высоты подвески наши медиум то есть средний то есть я так думаю что где-то около 18 если самый нижний 11 13 самый верхний это 2021 то есть я думаю где-то 17 18 вполне прилично ну и первое что хочется сделать это расслабиться у нас за окном сегодня 27 градусов довольно жарко мы простояли на съемках машина нагрелась смотря на то что она белого цвета но даже белый цвет нагревается оля-ля поэтому я хочу первым делом максимально охладить пошел воздух давайте понаблюдаем вот пока я вам рассказываю как быстро охладиться наш салон интерфейс центральной панели у нас зарядка запас хода только на электро на данный момент она она составляет 178 километров у нас запас хода то есть бак 583 километра это если в режиме гибрида с бензогенератором у нас спидометром очень удобно с цифровой стрелка и у нас так скажем расходометра в данном случае это power то есть сколько сил мы расходуем и здесь указано что мы едем в режиме и иви то есть электро и также одометр вот это меня больше всего радует в китайских автомобилях в каждом китайском автомобиле есть функция караоке но это я не представляю вот как это это я еду и еще с микрофоном пою то есть я еду и пою почему нет это не запрещено в общем то правилами там телефон держать там разговаривать откликаться это как раз запрещено а петь ура у нас не запрещено чего еще мне не хватает и чего еще я бы хотел это немножечко массажа два уровня два вида массажа роллинг и вэйвин то есть шарики и волны сейчас поставил волны и можно настроить но это слишком много третий уровень вот на 2 мне кажется будет отлично прекрасно все кайф вентиляция сидений массаж сидений тишина все помощники включил расслабился кайф друзья у нас work free на подъемнике давайте посмотрим как он подготовлен к нашему слою эксплуатации кстати машины я специально попросил не тестовую потому что очень часто тестовые автомобили дилер дополнительно оклеивает вот как в нашем случае оклеивает пленкой готовит по антикору это полностью заводская машина которая вот ну что называется нулевочка сразу обращая внимание все-таки губа при том что кажется что автомобиль весь у нас покрашены нижняя губа у нас все-таки немножко износустойчиво она нет она из не такой шагреневого пластика да смотрите а как будто прорезиненный ну то есть по идее на не будет бояться каких-то камешков скопов в оригинале у нас нет это не защита картера это так называемый пыльник да то есть он фетровые мягкий но в принципе для городского паркетника этого будет вполне достаточно грязь зимой а вот это все не будет заходить дальше спереди у нас алюминиевые рычаги ребят а вот так вот прям как на лэндровере настоящим рычаги у нас алюминиевые смотрим что по заводу по заводу у нас голый металл на швах вот обратите внимание есть какой-то слой антиграва вот он даже ну видно да прорезинен но очень много мест так скажем незащищенных обратите внимание на швы швы на сварных так скажем стыках это хорошо это вкусно ну и кроме того у нас очень много элементов фактически все днище и спереди и сзади закрыта экранами центральную часть у нас занимает батарея большая батарея у нас 39 киловатт у нас пять систем безопасности этой батареи ну и вот мы видим фирменный логотип катал катал это один из крупнейших производителей батареи в мире и он делает на сегодняшний день самая продвинутая батарея посмотрите здесь вот как раз у нас катализатор здесь у нас банка так банка глушителя вынесена вперед то есть мы сейчас с вами под передней частью автомобиля вот на таких больших резиновых комутах и у нас термоэкран далее идет система кстати она сегментированная поэтому даже если где-то что-то повредиться или прохудиться то можно это все заменить вот она вторая банка и вот у нас выхлопная система все равно выхлопная система сзади что у нас по задней подвески вау а вот она та самая пневма посмотрите здесь вот рычаги опять-таки это алюминий у меня магнит на фонаре он не магнитится и здесь как раз вот эти пневмонасосы ну и вот снова у нас шовные герметы еще обратить внимание здесь на подъемнике хорошо видно это фетровые экраны на арках как спереди так и сзади при обработке как раз с антикором на это обращают внимание и в том числе покрывают и вот эти все видимые части собственно говоря машина сделана очень вкусно я поднимал пару лет назад mercedes gl-e купе американского производства и он был мало того что голый он был очень неаккуратно снизу собран здесь конечно ну все настолько аккуратно вкусно и за это тем ребятам которые собирают на заводе в ухане большой большой плюс друзья ну вот собственно говоря у нас открытое подкапотное пространство в фри и мы можем оценить что же здесь находится здесь находится двигатель самый генератор ником образом он не связан с шасси с осью ну и здесь по традиции вот пожалуйста есть у нас и щуп мы можем проверить масло но сказали в сервисе что сам владелец и не нужно ему это делать все проверить на сервисе заливается горловина классического масла плюс у нас стоит здесь вот этот самый 12 вольтовая батарея то есть основная батарея там под днищем здесь маленькая батарея к ней требуется особый так скажем внимание потому что она может высадиться просто нужно чаще заводить но что еще мне интересно мне интересны конечно же стаканы стаканы которые естественно голая плюс обратите внимание на вот эти шовные гермет и ну честно говоря первый раз встречая вот такое расположение и такое решение подкапутного пространства потому что основным все таки здесь является электродвигатель электродвигатель есть на передней оси электродвигатель на задней на передней оси у нас электродвигатель 218 лошадей на задней 272 лошади здесь же у нас обратите внимание система охлаждения но опять необычно здесь небольшой совсем малюсенький радиатор совсем малюсенький мы привыкли большим огромным радиатором к таким и здесь ну вот она охлаждает плюс тормозуха отдельно как мне сказали все что вам нужно зачем следить и что видно это у нас горловины омывайки заливайте омывайку а все остальное вас не интересует но нас по панораму это интересует так что вот такое решение полтора литра 150 лошадей приличный крутищий момент ну и он заряжает наш батарею и дает возможность автономно двигаться на 1201 километр друзья что еще можно сделать своих free это сделать его не по заводу мы сейчас но прям как в итальянской карацерии обратить внимание чистенько тут целый цех на фирменном сервисе который занимается оклейкой автомобиль давайте посмотрим как это происходит и узнаем что и как оклеивается и так что такое качество оклейки в первую очередь качественная клейка это подбор качественных материалов мы долгое время выбирали и остановились на максимально оптимальном варианте для клиентов это максимально качественный внешний вид и защитные свойства пленка вот эта толщина которую оклеить 185 микрон мы используем два вида пленок для глянцевой оклейки мы используем корейский производитель для матовой либо сатиновой оклейки мы используем французский производитель наши специалисты регулярно повышать свою квалификацию они регулярно проходят обучение также наша студия является сертифицированной студией от производителя пленок и индивидуально каждый наш оклещик он также сертифицирован то есть они просто ребята это можно сказать профессионалы контроль качества на каждый автомобиль он обязателен то есть у нас есть опять же специальные люди которые выполняют этот контроль плюс ко всему контроль производится спустя некоторое время после того как автомобиль уехал то есть порядка 14 дней вот клиент к нам возвращается мы выполняем контрольный осмотр и после этого осмотра уже скажем так в максимально качественном виде клиент ездит но в случае чего мы обязательно поможем подскажем даем гарантию и поддерживаем клиента на протяжении год гарантия года если клиент хочет как-то выделиться то выбирают матовую либо сатиновую оклейку если хотят сохранить внешний вид выбирают просто глянцевую защиту автомобиля вот внешний вид никак не изменился единственно что немного увеличивается блеск вот за счет пленки вот а так мат сатин ну что самое время проверить оцинковку и посмотреть как покрасили воях фри уже рестайлинговые китая бухань у отмечу что наша тестовая машина она оклеена матовой пленкой поэтому все-таки замер лкп будет не совсем корректно давайте посмотрим на машину без пленки меряем в двух местах каждый элемент ну и конечно вам интересно есть оцинковка или нет капот капот покрашен довольно странно на мой взгляд потому что спереди 80 хотя нет и сзади 80 90 80 вот я вам говорил два раза крыло передние 80 80 слушайте настолько ровно покрашен автомобиль и вот здесь вот под солнцем классно да классно смотрится этот новый зеленый изумрудные как угодно называете перламутр объем что получается у нас все элементы с минимальной разницы по толщине лкп 80 90 подождите дайте-ка я еще проемчик по мере ровный слой и все элементы мой толщиномер новый показывал что у нас есть оцинковка кроме кроме одного элемента это крыша но кстати пишите в комментариях почему крышу ни один производитель не цинкует я вам отвечу почему ну а что с выбором цветов цветов салона у нас на рестайлинговом боях 3 на выбор пять вариантов цветов в том числе и вот этот новый ярко зеленый изумрудный также у нас есть бронзовый или коричневый и у нас есть очень такой вкусный голубой называют еще некоторые его зефир цвет тоже необычный есть также черный и есть классический белый с черными вставками также у нас есть три варианта решения салона может быть черный с синими вставками как раз тот какой у нас сегодня на тесте может быть песочные или такой светло-коричневый а может быть и бордовый с бежевыми элементами все это можно выбирать качестве опций еще одно испытание для нашего воя free это 2 минская кольцевая дорога которая полностью бетонная очень много стыков она очень шумная классическая бетонка здесь нету покрытия асфальта здесь можно быстро разогнаться она пустая как раз можно проверить разгон от нуля до сотни здесь можно спокойно разгоняться до максимально разрешенных 129 километров поставлю специальное ограничение ну и конечно просто послушаю в разных режимах работает пневмо у воя free ну что какой режим вождения будет оптимальный на бетон очки проверим и эко и комфорт и performance по индивидуалу это отдельная история вы можете сами все настраивать и старт что происходит сейчас со мной у меня как будто уши все карты наверху все ушли в никуда вот она ну сами считайте на самом деле прошло ну как раз вот пять секунд и это я резко еще не жал я жал все-таки плавно причем машина едет едет она просто идеально вот как по рельсам обещал вам рассказать по поводу шумоизоляции да все таки мне немножко приходится повышать голос но гораздо меньше чем я это делал даже в гуе купе мг и у нас разгонная динамика четыре целых восемь десятых но это просто кайф давайте я сейчас резко заторможу вот 90 что-то там у нас упала сзади но тормозит она шикарно и вот он да 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 то есть последняя после 120 немножко уже так тяжеловато разгонять но в принципе вот это самая разгонная динамика от нуля до сотни да но хотите я еще раз вот просто даже вместе с вами давайте посчитаем но помню что заявлен разгон у и в эра 4,8 секунды до сотни и так раз два три четыре пять надо ну да может но все-таки нужны какие-то идеальные но мы разгоняемся очень близко вот к этим условиям на самом деле получается очень и очень неплохо друзья есть у нас еще одно любимое место испытания это восьмерочка площадка ровная асфальтовая ну примерно как бассейн то есть 50 на 30 это и идеальное место для испытания вот как раз пневмоподвески нашего воя free поехали при посадке в автомобиль у нас всегда стоит режим эко то есть начнем мы нашу восьмерочку с режима комфорт да ну и хотелось бы есть у нас вот тут позиция которая позволяет максимально опустить вниз по идее подвеска должна максимально присесть ну либо она в зависимости от режима вождения делает это автоматически он давайте проверять поехали комфорт нам не дает сноса давайте переведем в режим performance что у нас происходит у нас наша метровая панель приседает становится вот такой узенькой тоненькой ну и по идее опять такими не получается сделать подвеску ниже пневма наша но я так понимаю что должна измениться и жесткость руля и ускорение и по идее подвесочка стать более жесткая ну что проверяем мне нужно нужно допустим ну вот так где-то примерно пол часика и вы получаете истинное удовольствие но trolle меня это Это всегда полное головокружение, потому что, когда выходишь из-за руль, после вот этих всех восьмерочек, ну, естественно, тебя качает, как после каких-то космических тренажеров. Но суть. Машина вот в комфорте, в ЭКО не вижу смысла как раз на такой площадке было ставить, но попробовал тоже. Идеально вот в этом перформанс, то есть машина становится руль тугой, подвеска собранная. Я так и не смог ее заставить максимально присесть до 11 сантиметров, то есть до 110 миллиметров клиренса. Не знаю, вроде на кнопку жму и удерживаю. Пишите, что не так, но вот как раз перформанс для восьмерки это идеальный режим вождения именно для спортивного маневрирования. Ну и я скажу, что за счет батареи, за счет низкого центра тяжести, за счет вот этой развесовки по осям, плюс вот это самое разные двигатели 218 перед, 272 сзади, позволяют машине абсолютно адекватно выходить из заносов. То есть ни разу мне не удалось. Возможно, опять-таки, если бы я отключил все эти умные помощники, напомню, здесь 26 помощников умных водителю, но по сути это антиблокировочная система, по сути это вот полный привод. Я так и не понимаю алгоритма работы полного привода в ОАХ-фри. То есть для меня это темный лес. Ну, поехали дальше. Еще одно испытание для нашего Воя-фри. Это стиральная доска, настоящий раллийный доп. В общем, сами посмотрите. Вот такая дорожка, грунтовая. Сегодня она залита лужами, водой. Сегодня целый день шел дождь. Ну, это даже кайф, будет поменьше пыли. Но вот представьте, все эти ямочки должна пройти пневмоподвеска нашей Вои. То есть задача простая. Мы едем со скоростью 60-70 и пытаемся пробить подвеску. Попробуем несколько режимов и выберем оптимальный. Поехали. Итак, мы включаем. Ну, я думаю, что режим эко здесь явно не подойдет. Начнем, пожалуй, с комфорта. А может быть, сразу же в оффроуд. Аутинг. Аутинг и означает, что подвеска должна стать более, по идее, по амплитуде больше. Ну, давайте посмотрим, что с рулем, что с подвеской. Посмотрим и комфорт наш. Ну что, поехали? Красота! Ну, давайте подведем итоги тест-драйва за рулем. Что мне понравилось? Однозначно понравилась пневмоподвеска. Особенно на хороших дорогах. На трассе, в городе, на узких извилистых, асфальтовых дорожках. Ну, просто машина идет все время как по рельсам. Идеально. Все-таки пневмоподвеска – это просто best of the best. Динамика. Разгонная динамика. Меньше 5 секунд до сотни. Только электромобиль. Только электродвижки. 500 лошадей могут разгонять достаточно большой, тяжелый кроссовер. Так быстро. Ну, и, конечно, умная система безопасности. Все это работает. Все это отлично работает. Ну, буквально в нескольких местах, где не очень хорошая разметка. Они, ну, так скажем, пропустили там удержание в колосе или какие-то еще моменты. В принципе, все производители говорят, что не всегда полагайтесь на умная система. Все-таки голова должна быть всегда. Что по итогу? Несколько дней мы тестировали Voifree в разных условиях. И на грунтовке, и на восьмерке, и на трассе, и на МКАДе, и в городе. Я вам скажу, что впечатление очень-очень приятное. То есть, посоветую я этот электромобиль однозначно. Хотел бы я ездить на таком электромобиле однозначно. Ну, потому что ты не привязываешься к заправкам. Что касается грунтовок, ни в коем случае на Voifree не отправляйтесь куда-то на покорение помпаза. Это городской кроссовер в первую очередь. Ни в коем случае не нужно на нем куда-то ездить по разбитой дороге. Ну, жалко машину. Это все-таки такое ближе к премиуму. Премиуму кроссовер. Что касается расхода. Смотрите. Мы проехали за эти несколько дней 947 километров. Да-да. Ну, думаю, что больше половины это был город. Что у нас показывает наш одометр? Наш компьютер умный. Что мы проехали на бензине 607 километров. А на электродвижке, на чистом электричестве, 340. Итого, расход. Что получилось у меня? Электричество чуть больше 8 киловатт на сотню. То есть 8,1. Ну, а бензина 5,5 литров на сотню. Пишите, какой у вас реальный расход. Причем, как говорил реальный владелец, Геннадий. Отдельно посмотрите обзор. Выложим все его хотелки, все его плюсы и минусы. Найдите на YouTube Автопанорама реальный отзыв владельца Voifree. Так вот, он говорил, что, как и компьютер, он считает отдельно, какой расход на электричестве и какой расход по бензину. Ну, конечно, в идеале 1200 запас хода. Но, мне кажется, это слишком идеальное условие. Иногда компьютер может показывать и больше. Но, реально, ну, где-то, я думаю, что и при полном баке, а здесь он больше 56, то есть под завязку, наверное, можно залить, я думаю, литров 60 бензина. И при батарее 39 кВт, я думаю, что вот летом, если не топить, если город, трасса, смешанный режим, ну, я думаю, примерно 1000 запас хода просто должен быть. Мне интересно, а что зимой, какой у вас запас хода, какой у вас расход? Пишите в комментариях. Друзья, вы всегда просите показать вам, как работают в темноте фары. Поэтому мы специально заехали на парковочку, да. Смотрите, подходишь, да, отходишь, машина сама закрывается. То есть не просто hands-free, а такое интеллектуальное hands-free, да. То есть сейчас она закрыта, да. Подходим. Вуаля, нас встречают сразу же приветствие наш логотип, фары, зеркала, да, раскрываются. Сейчас у нас фары обычный лет, причем и ближний, и дальний свет, это линзованные фары. Раньше был матричный, согласитесь, это дорогой свет. Конечно, он лучше, чем просто лет, но с другой стороны вполне хватает. Плюс очень прикольно смотрятся вот эти дневные ходовые огни, да. Вот этот логотип наш в Вуях. Смотрите, у нас и ручки горят, да, ручки выдвигаются. Плюс вот такие крылья, которые появляются. Сзади у нас полностью горит наша линия Вуя. Плюс логотип. Вот эта самая монобровь ходовых огней. Ну, давайте включим наши габариты сейчас. А, кстати, просто так, вот просто так включить ближний и дальний свет нельзя. Все это нужно делать только через мультимедиа. Точно так же, как и открыть любой из лючков для бензина или для электрозарядки. Ну, смотрите, как классно выглядит машинка, да. Меня зовут Геннадий. Я владелец автомобиля Вуэфри гибридной версии, которая совмещает электричество и бензин. Покупая этот автомобиль, я попытался купить современность. Я хочу в 2024 году ездить на автомобиле, который сам паркуется без участия водителя, который сам обгоняет на трассах, который сам ориентируется. У него есть там, понятно, какие-то функции удержания полос. У него стоит на сегодняшний день система лидара, которая формирует в 3D изображение городской среды, да. И тебе показывает, вот здесь пешеход идет, вот здесь там автомобиль, вот здесь дом, вот здесь трасса. Водитель, принимай решение, как управлять, ездить и так далее. То есть это то, что меня на сегодняшний день подкупило. Плюс ко всему, у него есть око всевидящее. Это потрясающая штука. Если я зевну, китайка, приятная женщина, начинает ругаться. Если я уберу руки с руля, она говорит, ребята, положите руки, вы же водитель, вы же несете ответственность за всех тех пассажиров, которые находятся в салоне автомобиля. Ребята, вы что делаете? Это же транспорт. Уникальная штука. Сколько мы ее пытались, ну, как-то там что-то перебороть, что-то придумать, ничего не получается. Она четко следует правилам, водитель несет ответственность за все. Как за состояние внешних там последствий, так и за внутреннее, за безопасность семьи, за безопасность, за здоровье тех, которые тебя окружают. Что ж, подведем итоги нашего тест-драйва. Два дня катался я на Voic Free Pro. Это рестайлинг 24-го года. Что мне понравилось? Ну, во-первых, подвеска. Пневма, ребята, это космос. А любые ямочки, любые проблемы, любая дорога, будь то в городе, на грунтовке, все съедает пневмоподвеска. И это сказка. Второе, это, конечно, динамиком. Электромобили, по сути, они такие быстрые. Ты всегда под педалью газа чувствуешь запас. Запас вот этой мощи. И в городе, и на трассе стоит просто мягенько нажать на акселератор, и машина с любой скоростью пуляет. Это огромный плюс. Ну, и, конечно, мне понравились умные системы. Предупреждение столкновения и на трассе, и на кольцевой, которая была забита в пробках. Ну, а за счет того, что еще есть опции комфорта, там, массажик, вентиляция сидений, любая дорога превращается в кайм. Что мне не понравилось? Мне не понравилось, ну, на нашей тестовой машине отсутствие русского языка и какие-то понятные системы. Плюс я до сих пор не понимаю. Да, крутая панель, больше метра, шириной 134, которая вот так вот-вот меняется. Но зачем этот третий экран? Вот вы пользуетесь, причем на разных машинах, и с ДВСами. Это чисто китайская такая фишка. А давайте мы поставим еще третий экран для пассажира. Для чего? Для чего это нужно? Ну, и третья фишка, которую я не понял, это работа именно гибрида. Здесь вот эти все настройки для меня непонятны. Я все-таки хотел бы больше участвовать в работе автомобиля. Может, я олд, для некоторых это не важно. Главное, что эта машина едет, едет быстро, едет экономно. Ну, и еще очень важный аргумент, который стоит сказать в итоге. Это, конечно, цена. Что творят китайцы? Сейчас за стоимость 115 тысяч рублей белорусских, это примерно 35 тысяч долларов, вы получаете вот это вот все, электро, гибрид, пневмо, все системы. И все это едет, и все это вот так в форм-факторе кроссовера. Все это классно. И гарантия 5 лет, и фирменный сервис. Да, я прекрасно понимаю, почему это в 2024 году в OEG-FREE, мне кажется, будет номер один среди электромобилей. Напомню, на тест-драйве был в OEG-FREE в максимальной комплектации, это Long Range Flagship. Это электромобиль, по сути, да-да, но под капотом у него турбированный бензиновый двигатель, который работает в качестве генератора. Еще раз напомню, что жду отзывы реальных владельцев, а уже есть такие. Перечитал много отзывов на самых разных сайтах. Да, конечно, у любого автомобиля есть свои плюсы и минусы, обязательно. Так вот, пишите ваши реальные плюсы и минусы в комментариях. И сразу же низко кланяюсь до самой земли. Всем тем, вот просто люблю читать вот эти огромные ваши отзывы в деталях по пунктикам 1, 2, 3, 4. То, как вы рассказываете в эксплуатации, то, как вы рассказываете о своем опыте владения. Поверьте, это очень-очень важно и нам, тест-пилотам автопанорамы, ну и, конечно же, будущим владельцам. Вот на ваш взгляд, сегодня, в 2024 году, стоит покупать OEG-FREE? Пишите и жгите в комментариях. Ну и, конечно же, напомню, что вы можете стать частью команды автопанорамы, подписавшись на наши соцсети, обсуждая с нами, делясь своими впечатлениями, своими автомобилями. Да-да, мы очень любим автомобили, и у нас есть отдельная история. Не только тесты электромобилей, плейлист есть в описании, но и вкусные, винтажные, редкие автомобили. Ну и, конечно, напомню, что у нас есть секретный, ну как секретный, тоже в описании этого видео есть ссылка на телеграм-канал, в котором мы делимся самыми, что называется, ништяками. То есть, бесплатными диагностиками автомобилей, которые есть, антикоррозийная экспертиза, опять-таки, бесплатная. Ну, то есть, халява, все, что любите вы. Меня зовут Павел Кореневский, автопанорама в моем сердце, надеюсь, и в ваше. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok